Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшнего эфира – рынок гражданских авиаперевозок в России. Мы обсудим динамику и конкурентноспособность этого рынка. Я представлю своих гостей. Роман Гусаров в студии «Сухого остатка», главный редактор портала «Авиа.ру». Добрый день, Роман. Здравствуйте. И в студии Олег Пантелеев, редактор аналитического отдела агентства «Авиапорт». Добрый день, Олег. Здравствуйте. Ну что ж, давайте сразу же начнем. И, если позволите, первый, наверное, стандартный вопрос. Мы говорим о рынке гражданских авиаперевозок. Как он выглядит на сегодня, на июль 2013 года? Роман. Ну, рынок развивается достаточно динамично. Это порождает и свои проблемы. По результатам первых пяти месяцев этого года мы прибавили еще около 16% по пассажирпотоку. Это от года в году. В прошлом году было даже 17%, в этом году 16%. Это достаточно быстрый рост. Сегодня наша гражданская авиация – это наиболее динамично растущая отрасль в мире, авиационная отрасль. И это порождает свои проблемы. Проблемы, связанные с необходимостью авиакомпаний активно, динамично приобретать новые воздушные суда. Это порождает проблему дефицита кадров летного состава. И это порождает проблему развития инфраструктуры. Мы знаем, с какими сложностями мы сталкиваемся в аэропортах, в очереди, задержке рейсов. И это заставляет государство инвестировать в развитие наземной аэродромной сети огромные деньги. Это миллиарды и миллиарды долларов. Ну, парадоксально, да, с одной стороны, действительно, самое динамичное практически, можно даже на уровне мировом, гражданской авиации Российской Федерации, и невозможность каким-то образом подстроиться с точки зрения авиаперевозок. Олег, как вы думаете, в чем здесь проблема-то основная? Кто за кем не успевает? Или кто-то впереди паровоза может бежать? Это болезнь роста. На самом деле, есть одна очень простая ситуация. Она говорит о том, что когда темпы авиаперевозок растут очень динамично, быстрее, чем растет экономика в целом в стране, а мы видим, что именно так оно и происходит, это означает, что авиакомпании спонсируют пассажиров. То есть, кто-то в цепочке создания авиаперевозки недополучает деньги, а пассажиры этим пользуются. Сегодня у нас вот такими крайними в какой-то степени оказываются авиакомпании. Правда, нельзя сказать, что они все из себя такие полностью бедные и несчастные. Они неплохо зарабатывают на сегменте международных перевозок, который растет, на самом деле, опережающими темпами. Но здесь мы видим, что происходит. Люди, у которых относительно высокий уровень доходов персональных, могут себе позволить летать на курорты, в отпуск, ну, теперь, допустим, на один раз в год чаще, чем в прошлом году. Если говорить о сегменте внутренних перевозок на внутренних российских линиях, то там темпы роста раза в 3-4 ниже, чем в целом по отрасли. Это, конечно же, очень неприятный дисбаланс. Выводов мы можем сделать два. Наша медленно растущая экономика не генерирует прирост пассажиропотока на внутренних линиях, потому что внутренние линии зависят от роста экономики в первую очередь. А международные перевозки зависят от уровня дохода небольшой прослойки граждан, которые благополучно путешествуют на уикенд в Европу. В первую очередь путешествуют в туристических целях. И следующий момент, который из этого следует, те регионы, в которых уровень доходов достаточно высокий, генерируют большой исходящий пассажиропоток. Это создает нагрузку на небольшое количество аэропортов, которым нужно быстро-быстро-быстро строиться. В то же время за Уралом аэропорты как обслуживали не очень большое количество пассажиров, так многие из них и продолжают задыхаться в отсутствии пассажиров. Там есть несколько аэропортов-миллионников, но так или иначе ситуация очень неоднородная. В принципе, за прошедший год ровным счетом ничего кардинально не изменилось. Ничего кардинально не изменилось, тем не менее, да, мы говорим... В принципе, здесь еще было бы правильно добавить, несмотря на такую положительную динамику, мы остаемся одной из самых малоподвижных наций на Земле. Статистические данные, они разнятся. Кто говорит, что летает всего 4 миллиона граждан России, кто говорит 10, но у нас есть данные о выданных загранпаспортах, и их сегодня в России 18 миллионов. Всего лишь, да. Включая 5 миллионов детских паспортов. То есть, фактически, сегодня вот эти 18 миллионов как минимум раз в год перемещаются до точки своего отдыха куда-то на курорт. И обратно. И обратно, да. И с этим связана еще одна проблема, это ярко выраженная сезонность наших авиаперевозок. Зимой низкий сезон, и авиакомпании терпят немалые убытки, летая пустыми или полупустыми. А летом высокий сезон, когда цены взлетают до небес, пассажиропоток растет, авиакомпании пытаются взять все, что возможно. Отбить, что потеряли за зиму. И на этом фоне вот такое веселое заявление Олега о том, что авиакомпании как бы спонсируют пассажиров, да, выглядит несколько непонятным, да, или абсурдным. Ну, слово спонсируют, может быть, здесь, да, не очень корректно, но идея-то понятная. Я, тем не менее, хотел бы очень любопытно, на мой взгляд, а причину следственной связи можно здесь каким-то образом определить? То есть, с одной стороны, наши граждане мало летают, как результат, наверное, да, вот проблемы у авиаперевозчиков. Или, наоборот, у авиаперевозчиков есть много всяких проблем, в результате чего наши граждане мало летают. Вот здесь как можно эту цепочку выставить? На самом деле, это действительно такая замкнутая цепочка. Здесь все взаимосвязано, невозможно заставить наших граждан больше летать при том уровне доходов, который они имеют. То есть, опять мы возвращаемся к пресловутому экономическому росту, да? Да, и в то же время невозможно развить инфраструктуру и предложить более дешевые услуги без серьезных инвестиций, без повышения, скажем, спроса на перевозки. Вот и получается, что у нас сегодня, на самом деле, сейчас динамика на внутрироссийском рынке, на внутрироссийских перевозках, она хотя бы положительная. Еще несколько лет назад она была вообще отрицательной. То есть, если у нас там региональные перевозки, просто умирали. То есть, люди летали только вот за границу, там в Турцию, в Египет и обратно. Сейчас потихоньку, благодаря неким мерам, предпринимаемым государством, там субсидирование региональных перевозок, субсидирование лизингов, приобретение региональных воздушных судов, начинается вот движение между региональными центрами. И это очень положительный момент, на который стоит обратить внимание. Да, в процентах это немного, но это очень сейчас важно, чтобы люди стали летать не только один раз в год летом, но еще перемещались из Самары в Саратов, не на машине, не на поезде, а понимали, что они могут долететь и на самолете, или в Казань, допустим. И чтобы им не приходилось при этом летать через Москву. Кстати, кстати, тоже очень важный момент, у нас подавляющее большинство внутренних маршрутов завязано на Москве. Эта проблема может как-то решиться, Олег, на ваш взгляд, в ближайшее время, может быть? В ближайшее время она, естественно, решится сама по себе, когда Московская воздушная зона окончательно будет перегрожена. Этого не произошло еще? Пока еще не произошло, хотя, безусловно, определенные тревожные звоночки есть. И сейчас, как известно, идет процесс такой мучительной ввода в эксплуатацию новой системы управления воздушным движением в Московском авиационном узле, в Московской воздушной зоне. До ввода в эксплуатацию этой системы были, в общем-то, пиковые дни, когда было четкое понимание, что дальнейших ресурсов для увеличения пропускной способности нет. И вот еще 100 самолетов, и всех нужно будет отправлять куда-нибудь, подождать, покружить там. Это было, ну, в общем-то, как и ожидается, допустим, 30 декабря, когда всем срочно нужно сесть в самолет и отправиться в теплые края. И встретить Новый год. Совершенно точно. То есть, мы можем говорить, что сейчас пока вот эта критическая точка не пройдена еще? Нет, мы к ней очень близко подошли, но вот текущая модернизация, действительно, проведены большие работы, немного меняются и маршруты, по которым заходят воздушные суда на посадку в аэропорты. То есть, работа ведется, и по, там, буквально проценту пропускная способность увеличивается. Это дает возможность тот рост, который мы сегодня наблюдаем, все-таки парировать и обслуживать все прибывающие воздушные суда. Хотя очереди в ожидании на взлет и на посадку в московских аэропортах стали уже давным-давно обыденным и привычным, но очень неприятным явлением. Хотя движение от Москвы, оно уже началось. Может быть, оно тоже... Оно вынужденное все же, да? Именно потому, что Москва не справляется, значит, надо выбирать в любом случае какие-то... Ну, в любом случае надо двигаться в этом направлении. Это правильно, потому что невозможно сегодня завязать всю страну на одну Москву. Если бы она еще была, как у нас была страна, как Германия, допустим, компактная, и все хабы примерно в центре располагались, то это был бы один вопрос. А тут у нас один огромный хаб в европейской части, ближе к западным границам. А вся остальная страна-то вот там, она на востоке. И невозможно летать с Новосибирска на Камчатку через Москву. Нелогично. И сейчас уже начинают авиакомпании, это прекрасно понимают. Они понимают, что им тесно в Москве, особенно авиакомпании второго эшелона. Я не беру первую пятерку, а там пятая, седьмая, десятая, более-менее крупные, среднего звена. Они начинают, стараются организовать пассажиропотоки из региональных центров. Из Екатеринбурга, из того же Новосибирска, из Саратова, из Самары. И летать хотя бы в ту же заграницу, но уже напрямую, минуя Москву. Другое дело, что сегодня в России не хватает еще таких же подобных хабов, как Москва. И вот в этом году должно закончиться строительство нового терминала в Санкт-Петербурге. И мы вправе рассчитывать, что у нас на северо-западе появится еще один более-менее приличный хаб, который будет обладать современными транзитными технологиями по обслуживанию пассажиров. Ну и, конечно же, нужен еще один хаб на юге. Ну, безусловно. И потом, опять-таки, все это сосредотачивается вновь ближе к европейской части России. Пока к европейской, потому что она более густонаселена, а азиатская часть, там слишком низкая плотность населения. И организовать какой-то серьезный, мощный транзитный транспортный узел не так просто. Спасибо огромное. Мы прервемся. У нас новости на Финам.ФМ. И потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Роман Гусаров, главный редактор портала авиа.ру. И Олег Пантелеев, редактор аналитического отдела агентства «Авиапорт». Мы обсуждаем сегодня тему, связанную с рынком гражданских авиаперевозок в России, динамику и конкурентноспособность. Ну, о конкурентноспособности нашего рынка мы уже заговорили. И так достаточно жестко, я так понимаю. Особенно внутри России выглядит это обстоятельство. Если можно поподробнее еще с Романом. Конкуренция в авиации вещь непростая. Если примерно коротко обрисовать ситуацию, то она обстоит так. Одна авиакомпания, если на маршруте стоит, то это монополист. Две авиакомпании – это конкуренция. А три авиакомпании – это значит все три банкроты. То есть сегодня на трех уже не хватает пассажиропотока, чтобы заполнить полностью кресло в воздушных судах. Сегодня авиакомпания может говорить о том, что она более-менее рентабельная, если она заполняет пассажирский салон хотя бы процентов на 70-75. И чем больше, тем лучше. Если она продает меньше билетов и летает регулярно, то она будет однозначно убыточна. То есть на три авиакомпании пассажиров не хватает. И это порождает, опять-таки, получается замкнутый круг. С одной стороны, монополизм, иногда и ценовой сговор, и невозможность снизить стоимость авиабилетов. С другой стороны, может быть, и летало бы больше граждан, если бы эти билеты были бы более доступны. Но авиакомпании не в состоянии сегодня прийти 3-4-5 перевозчиков на маршрут, и в течение полугода или года как бы спонсировать его за свой счет, раскатывать маршрут и предлагать более низкие тарифы. О чем говорил Олег, скрытое спонсорство такое. А есть какие-то, может быть, другие принципиально отличные пути решения? Например, компания лоукостеры, как за границей это очень часто встречается. На российских просторах не поможет такой подход, Олег? Вообще лоукостеры в основном-то экономят на масштабе бизнеса. И совершенно очевидно, что если у вас постоянные издержки достаточно высокие, можно разделить на большое количество клиентов, вы получаете очевидные преимущества. Поэтому именно лоукост как схема, она существует на самых различных рынках и в богатой в Европе, и в бедной Индонезии. Причем в бедной Индонезии доля проникновения лоукоста даже выше, чем в богатой Европе с точки зрения обслуженных пассажиров. В России все это возможно, но вопрос заключается в том, что сегодня нормативно-правовая база такова, что авиакомпания, которая хочет стать лоукостером, зачастую не получит возможности сэкономить на большом количестве различных нюансов, на которых могут экономить европейцы, американцы и так далее. Поэтому в нашей действительности есть истинный, проторенный, хорошо известный путь. Это всевозможного рода субсидии и дотации. Ну, не можем сделать так, чтобы бизнесу было выгодно работать на массовом рынке, ну или спроса действительно не хватает. Ничего страшного. Давайте сделаем какую-нибудь большую государственную компанию, дадим ей кучу денег бюджетных, и она будет летать за милую душу. И то, что мы видим сейчас в сегменте региональных авиаперевозок, это попытка сделать абсолютно правильное дело, оживить этот сегмент, в первую очередь за счет дотации. Если посмотреть, сколько будет стоить по итогам этого года один добавленный пассажир, он окажется золотым. Ну, это тупик, тупиковый, Роман, путь тупиковый, путь никуда. Путь, ну, дорогу осилит идущая. Другое дело, надо понимать, что мы не можем полностью взять и перенести западный опыт, успешный западный опыт на нашу российскую почву, хотя бы потому, что это совершенно несопоставимые масштабы. Масштабы чего? Масштабы страны и масштабы проблемы. Ну, хотя бы потому, что лоукост теоретически, он возможен только в европейской части России, потому, что для него необходимы, а, достаточно небольшие расстояния для его эффективности, это там полетное время 2 часа, допустим, 2-2,5 часа, до 2,5 часов, и высокая плотность населения, и высокая подвижность населения. То есть, этому требованию первоначальному соответствует только европейская часть вот до Волги. Все, что дальше, за Уралом, да, никакого лоукоста там даже теоретически быть в принципе не может, потому что мы не сможем там организовать высокую частоту полетов и высокую загрузку воздушных судов. А, собственно, лоукост, он за счет этого, в первую очередь, экономит за счет того, что он обеспечивает стопроцентную заполняемость кресел. То есть, если сегодня классическая авиакомпания, она закладывает некие риски, то есть, часть непроданных билетов, по статистике, понимает, что процентов 20 останется непроданных, она их изначально распределяет на стоимость, продажную стоимость каждого кресла. То есть, эти риски закладывает. Лоукост, он именно как раз вот на этой дельте, он может экономить. Он считает, что он продаст все, и, значит, соответственно, изначально их билет уже дешевле. А дальше идет целая система, понятно, экономии на приобретение услуг от поставщиков, экономии на обслуживании, то есть, минимальное обслуживание приобретает лоукост-компания. Как когда-то в свое время хорошо сказала Марина Букалова, это генеральный директор первой лоукост-компании в России, SkyExpress. Первый и последний, насколько я помню, да? Первый, ну, еще предпоследний. Вот, что лоукост – это не дешевые перевозки, а это низкая себестоимость. То есть, главная задача лоукост-перевозчика – обеспечить именно низкую себестоимость. Но понятно, что есть вещи, на которых сэкономить все равно невозможно. Это безопасность, техническое обслуживание, квалификация персонала. Кстати, персонал тоже – это большая проблема. Вот об этом хотелось бы поподробнее поговорить. Ну, очевидно, да, что проблемы, которые вы сейчас озвучили, вот они, по-моему, в России на первом месте, да. Это профессионализм пилотов и так далее, собственно, по списку. Она… Эта проблема откуда? Эта проблема тянется еще с эпохи Советского Союза, когда было разрушено, да, по сути, все, что создавалось за многие годы. И сейчас, насколько я знаю, общаясь в этой студии тоже с представителями, да, авиакомпании, сейчас просто нет качественной системы обучения летного состава. Ну, скажем так, она… Система обучения есть, но, на мой взгляд, опять-таки, здесь разнятся мнения, она все-таки устарела и требует серьезной модернизации. Устарела? Она неэффективна, она слишком длительна, а она слишком дорога. С точки зрения технологии она устарела или просто учат, условно говоря, летать на устаревшей технике? Не совсем так. В первую очередь, кечь идет о том, что сегодня у нас стараются дать пилоту высшее образование, которое подразумевает, что вот, пожалуйста, пять лет отучись, отучись, ты будешь знать и про марксизм, и про ленинизм, и про все остальное, и даже немножечко полетаешь за штурвалом самолета, ну, или на тренажере. Сегодня в учебные заведения гражданской авиации действительно закупаются и современные самолеты, первоначальное обучение, и те, на которых они уже сдают, курсанты сдают финальный выпускный экзамен, закупаются современные тренажеры, все это делается. Но вопрос заключается в том, что те стандарты подготовки, которые существуют на Западе и существуют у нас, приводят к разнице примерно минимум в полтора года в сроке обучения курсанта. Вот и все. То есть у нас на полтора года дольше учатся курсанты? И в полтора раза дороже. Здесь чуть-чуть в другом ситуации. Там есть достаточно большое количество частных школ, в которых можно пройти первоначальную подготовку, потом повысить квалификацию и так далее. У нас государство, по сути, подготовку летных кадров для гражданской авиации монополизировало. Были определенные прецеденты, когда сначала человек получает первоначальную летную подготовку и документ международного образца за рубежом, потом приходит сюда и становится здесь уже коммерческим пилотом. Но это достаточно длинный путь. А по логике вещей, конечно же, хотелось бы, чтобы первоначальная подготовка была, ну, как, допустим, в советские времена, тот же самый ДСААФ, кузница кадров, потом в летных училищах, в том числе и гражданской авиации, уже происходит, выражаясь образно так, до настройка, до уровня коммерческого пилота. А уже потом авиакомпания переучивает пилота на конкретный тип самолета, на котором ему придется работать, и вперед зарабатывать деньги для себя, для своей компании. Ну, и желательно, чтобы все-таки учились в этой цепочке, все-таки учились летные профессии, а не марксизм и ленинизм. Ну, подождите, я, услышав от Олега про марксизм и ленинизм, подумал, что это как раз воспоминания о неком советском прошлом. Сейчас-то о каком марксизме и ленинизме? Я понимаю, что это в кавычках, конечно. Есть стандарты высшего образования. Ну, например, сейчас, как они выглядят? Ну, история, философия. В принципе, сегодня современному пилоту, а по сути работа пилота, хотя на меня сейчас обидятся многие пилоты, она операторская. Операторская, да, да, я согласен. И, на мой взгляд, не требуется обязательно высшего образования. То есть, вполне достаточно среднеспециального образования. Разговор об операторстве, извините, да, Роман, когда пилот рассказывает, что, в принципе, все делает автопилот, просто надо взлететь и надо посадить самолет, а все остальное, можно, что называется, в течение полета кемарить сидеть. Ну, не совсем так, но логика примерно следующая. Да, действительно, с каждым поколением воздушные суда становятся все более и более автоматизированы. И можно быть уверенным в том, что по прошествии еще 20-30 лет мы сможем получить полностью автоматизированный борт, в котором человек будет только лишь контролировать и задавать некоторые вводные. Но сейчас вопрос стоит, пожалуй, чуть в другом. Мы отлично понимаем, что если человек хочет расти в профессиональном плане, именно пилот, он хочет быть не просто пилотом, он хочет быть командиром, а он хочет быть руководителем летного отряда в авиакомпании и так далее. Для карьерного роста высшее образование, безусловно, нужно. И важно, чтобы была некая система, позволяющая повышать свою квалификацию, продолжать образование непрерывно и так далее. Но для того, чтобы снять дефицит сейчас, нужно иметь возможность вводить в строй, ну, в общем-то, по упрощенным, с точки зрения Российской Федерации, но полностью гармоничным с международным подходом правилам. И это позволит, а, снять дефицит, б, повысить конкуренцию между курсантами, потому что авиакомпании не хотят брать абы кого, они хотят брать действительно лучших. И в результате это действительно может дать отрасли, во-первых, приток квалифицированным кадрам, и, во-вторых, не за те деньги, за которые сейчас. Но, к сожалению, как бы много мы об этом не говорили, есть еще одна проблема. Дефицит летных кадров, точно так же, как и дефицит техников, которые работают на Земле, это не наше изобретение и не наша беда, это беда общемирового характера. Мы отлично понимаем, что, если мы будем очень хорошо учить, мы станем донорами для авиакомпаний из других стран. Поэтому мало просто изменить систему обучения и гармонизировать его с мировой, надо еще понимать, каким образом мы сможем это коммерциализировать, чтобы не получилось так, за госденьги подготовили, и этим пользуются и на станции. Что сейчас, собственно, не происходит. Олег, спасибо огромное. Мы сейчас прервемся, новости на Финам.ФМ, и потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем рынок гражданских авиаперевозок в России. И у меня в гостях Роман Гусаров, главный редактор портала авиа.ру, и Олег Пантелеев, редактор аналитического отдела агентства Авиапорт. До новостей мы начали с вами разговаривать на больную, наверное, тему, тему дефицита профессиональных летчиков. И связана она все-таки, да, еще раз я хотел бы подчеркнуть, связана прежде всего с системой обучения, профессионального обучения. Точнее было бы сказать с тем, что та система обучения, которая нам досталась от Советского Союза, она хороша, она, безусловно, одна из лучших в мире, но немножечко медлительная. И второй момент заключается в том, что после Советского Союза России досталось огромное количество очень квалифицированных пилотов. А объем перевозок, количество авиакомпаний и количество рабочих мест в этом сегменте сокращалось. Поэтому возникла ситуация, ну зачем заказывать у учебных заведений молодых, зеленых, неопытных курсантов, когда здесь стоит очередь из суперпрофессиантов. Она буквально стояла, буквально стояла. Да, она буквально стояла, и наши пилоты работали в Африке от безысходности. Но раньше или позже любой ресурс заканчивается, и выйти на прежние повышенные темпы подготовки курсантов наши учебные заведения смогли, мягко говоря, не сразу. Сейчас мы понимаем, что уже принимается по тысячу курсантов. К 2017 году будет выпускаться более тысячи человек, подготовленных в высших учебных заведениях. Но этого все равно не хватит для того, чтобы в полной мере обеспечить тот очень динамичный рост перевозок, о котором мы говорили в самом начале. Поэтому сейчас и принято решение, в общем-то оно по сути почти принято, осталось его уже, скажем так, легализовать на бумаге, о том, чтобы в течение пяти лет по 200 пилотов из других станций, иностранцев, наши авиакомпании могли принять на работу. А сейчас это по какой причине невозможно, если это так? Воздушный кодекс не позволяет нанимать на работу иностранцев. То есть меняется воздушный кодекс, да, в данном случае? Это, нет, я не думаю, что будет именно изменен сам. Нет, изменения в воздушный кодекс будут? Поправки какие-то, да. Вот, и здесь, конечно, есть такой момент, еще некий тонкий этический, потому что все-таки командир воздушного судна, а именно командиров мы будем привлекать из-за границы, это, по большому счету, капитан на корабле, это представитель государства. И вот этот этический момент, он пока остается за скобками, в общем-то, не решен, хотя в других странах он не вызывает никаких проблем, и в ряде западных авиакомпаний летают наши пилоты, в том числе и командирами, и совершенно без проблем. Так, вот это интересно ваше мнение, Олег, в том числе в других странах это не вызывает проблем. То есть там некие другие этические нормы, или просто мы сами себе придумали? Мы несколько консервативны. Все же, да? Ну, мало того, что мы консервативны, у нас есть такая история, которой нельзя не гордиться. Но это нам иногда и мешает. И мешает. Мы становимся менее египтями. Это, собственно, пример. Да, но есть очень простой вопрос. Многие скептики говорят, что если члены экипажа разговаривают на разных языках, ну, то есть у них обязательно возникнет языковой барьер. Да, все знают, что по процедурам сегодня взаимодействие членов экипажа друг с другом и с землей должно происходить исключительно на английском языке. Но в критической ситуации понятно, что все переходят на родную речь. Родную, да. И если наши специалисты перейдут на родную речь, а иностранный пилот не поймет, это создаст определенные проблемы. Но эта проблема на самом деле именно в том, что мы еще до сих пор думаем по-русски, а не по-английски. Я думаю, что это только лишь вопрос времени. Ну, и здесь еще буквально пару слов можно добавить, что я не думаю, что выстроится прям сразу очередь из иностранных пилотов. Совершенно верно. Наши авиакомпании, а уж тем более западных пилотов. Скорее мы можем рассчитывать на приток кадров из ближнего зарубежья, то есть наших бывших соотечественников, многие из которых закончили советские, российские. Еще тогда. И думают по-русски, что это тоже. И думают по-русски, да. Поэтому это не вызовет таких проблем. Кстати, если вернуться опять к тому, что, возможно, через какое-то время именно иностранцы будут пилотировать наши самолеты, вот что их сюда может привлечь все же? На сегодняшний день сложно сказать. Да, по зарплате мы сопоставим. Не хуже других. Не хуже других. По условиям труда, наверное, чуть-чуть хуже. Причем эти условия, они связаны даже не с самими авиакомпаниями, а даже с самим нашим бытом. В каких условиях живут люди? В каких гостиницах? Даже трансфер в аэропорт. Помните, если иностранный пилот, он сел на машину и через 20 минут он в аэропорту, то наш должен 3-4 часа простоять в пробке в Москве. И, конечно, когда он прибывает на работу, он уже не в лучшей форме. А у него еще 12-часовой, допустим, перелет на Камчатку, или еще дальше, в Юго-Восточную Азию. Конечно же, это серьезные проблемы, и поэтому, я думаю, что мы можем рассчитывать именно в первую очередь, что к нам придут пилоты из ближнего зарубежья, и, скорее всего, они придут даже за более высоким налетом, потому что все-таки в российской авиации пилоты летают значительно более интенсивнее, чем в авиации ближнего зарубежья. Спасибо огромное. Если можно, давайте поговорим о авиапарке. Это ведь тоже, насколько я понимаю, все-таки насущная проблема российской авиации, хотя все же гражданское авиастроение развивается приличными темпами, но проблема существует. Роман. Проблема, она существовала, существует и, наверное, будет существовать, потому что, особенно на фоне такого интенсивного роста, авиакомпаниям необходимо не только обновлять свой парк, но еще и наращивать его хотя бы теми же темпами, что и растет пассажиропоток. А если учитывать, что у нас основной прирост приходится на первые действия авиакомпаний, то есть, если в целом отрасль прибавляет 16%, то первая пятерка растет 20-25, а то и 30% каждый год, значит, на это количество надо наращивать парк воздушных судов. Это не только немалые инвестиции, но это и такая серьезная проблема. И здесь, на самом деле, она более-менее нашими лидерами решается успешно. Если взять наши крупные авиакомпании, то у большинства из них парк воздушных судов уже обновлен, более того, считается одним из самых молодых в мире. И в этом отношении можно сказать, что мы летаем на новых, современных, экономичных и надежных воздушных судах с западного производства, к сожалению. Нельзя это сказать об авиакомпаниях второго эшелона и о нашей региональной авиации. К сожалению, здесь... Вот в этом случае на чем летают региональные авиации и компании второго эшелона? Как говорится, на чем придется. И используют и западные воздушные суда, в том числе, и со вторичного рынка. Но уже не новые. Но не новые, да. И, конечно же, эксплуатируют еще советские образцы воздушной техники, те, которые имеют достаточный ресурс, эксплуатация которых еще экономически целесообразна. То есть, вот мы за минувшие пять лет были свидетелями массового вывода из эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-103-4. Но это произошло даже не потому, что они были старые и выработали свой ресурс. То есть, они не могли летать, да? А летать-то они могли как раз. Они могли. Это произошло из-за того, что их эксплуатация оказалась экономически неэффективна и невыгодна. То есть, слишком высокий расход топлива. Ну, а дальше, понятно, высокие запчасти. У нас деградировала авиационная промышленность. И поддерживать летную годность стало тяжело, дорого и невыгодно. Соответственно, вторичный западный рынок победил. У лидеров он уже, уже они перешли на новую ступень, они обновили и приобрели новые воздушные суда. Все остальные подтягиваются. Но в целом, можно сказать, что ситуация сегодня, она намного лучше, чем была 5 или 7 или 10 лет назад. Сегодня у нас в авиации более-менее современный парк воздушных судов. У нас уже выстроена система техобслуживания. Есть и свои собственные центры. И в западных центрах обслуживаются самолеты. Мы приняли, переняли западные стандарты поддержания летной годности. И здесь, скажем, на магистральных линиях все обстоит более-менее в этом отношении благополучно. А вот с региональными авиакомпаниями здесь намного сложнее. Благодаря правительству сейчас принята программа субсидирования и региональных перевозок, что должно подстегнуть сам пассажиропоток и дать, как бы проинвестировать через пассажира авиакомпании. И есть программа субсидирования лизинга воздушных судов для региональной авиации. Пока она не очень эффективно работает. Просто правительство нащупывает те механизмы, которые будут... То есть технические проблемы пока еще, да? Да, технические. Не выработали тот механизм, который бы устроил и перевозчиков, и лизингодателей, и всю нашу экономику. Всю нашу экономику, да. Ну, здесь есть просто небольшие очень такие подобности. Было действительно подготовлено постановление, так называемое, 12-12, в самом конце 2011 года. По нему были выделены бюджетные деньги, и было написано правило. Если берешь условно новенький завод и самолет такой-то размерности, получаешь столько-то миллионов рублей. Для каждой размерности и каждого возраста была составлена табличка со своей величиной дотацией. И то, что было в выделенном бюджете, эта сумма не была выбрана в 2012 году полностью. Отчасти из-за того, что оформление всех документов, чтобы получить эту субсидию, было достаточно сложным. И под эти правила субсидии, во-первых, попадали не все востребованные типы самолетов, а во-вторых, не все авиакомпании могли этим воспользоваться. Так называемые казенные предприятия были, к сожалению, за рамками этой программы. Но в любом случае, мы видим, что за буквально 2012 год сюда было, ну, в России было ввезено там суммарно 100, если не ошибаюсь, 27 самолетов. Немногим более 40 самолетов выведено из эксплуатации. То есть положительный прирост – это около 80 самолетов в 2012 году. Из них более десятка – это самолеты для региональных и местных линий, начиная от 8-9 местных и заканчивая машинами порядка 19 кресел. Вот такие машины, в общем-то, в 2012 году впервые стали, может быть, не массово, но активно поступать на внутренний рынок. Это просто иллюстрация к тому, что ситуация меняется и в этом самом тяжелом сегменте. Ситуация меняется, ну, корректно сказать, да, что меняется она все-таки со скрипом, с неким скрипом таким. Со скрипом, но, слава богу, что в лучшую сторону. В лучшую сторону. Вектор положительный, да. Мы долго не могли перебороть эту отрицательную динамику и просто не знали, что с ней делать. И, наконец-то, у нас, к сожалению, немножко инертное правительство, инертное государство. Вот вернуться, если буквально к тем же кадрам, ведь на будущий дефицит кадров сам бизнес среагировал давно, еще лет 7 назад. Причем это же можно было и прочитать каким-то образом. Да, было все прочитано. И еще тогда сам бизнес авиационный стал кричать, давайте что-то делать, потому что скоро наступит этот дефицит. Ну, у нас, как в поговорке, гром не грянет, мужик не перекрестится. Государство слишком медленно на это реагировало. И, конечно же, все шаги были предприняты с опозданием, с некой задержкой. Примерно то же самое происходит и в области обновления парка воздушных судов. Наверное, те шаги, которые можно было бы сделать, их надо было сделать чуть-чуть раньше. На опережение. На опережение, конечно, сыграть. И поддержать авиакомпании региональные тогда, когда они еще имели, более-менее были на плаву, имели парк отечественных советских воздушных судов. Более-менее летали. И не дожидаться, когда они уже выработают ресурс и фактически в душе, внутри себя все похоронят свое будущее и уже не будут никуда смотреть. Вот мы пока летаем, летаем, а потом все, самолеты встанут, и мы, значит, уйдем на пенсию. А настроения были такие, да, некоторое время? Да, фактически. Упаднические. Упаднические они были и были, и еще есть во многом остаются. И сегодня государству уже приходится самому вмешиваться в регионах, в этот сегмент и спасать. Ну, возьмем Дальний Восток, например. Фактически сегодня государство поручило тому же аэрофлоту создать дальневосточную авиакомпанию, которая будет осуществлять, единую авиакомпанию, которая будет осуществлять местные авиаперевозки. А регион такой огромный, а там несколько Франций. То есть это местные относительно... То есть это местные Европы. Это фактически в том числе и магистральные перевозки. И сегодня там не осталось более-менее ни одного, ну, несколько, осталось буквально парочка перевозчиков, на базе которых еще можно создать что-то более-менее приличное. Что сейчас, собственно, аэрофлот и реализует. Ну, для аэрофлота это не его сегмент, и это некая социальная нагрузка. Но все-таки вроде бы процесс идет. Ну, главное, опять же, что процесс идет. Динамик положительный наблюдается. Я еще раз прошу прощения, мы прервемся. Новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья мои, последняя часть нашего эфира. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Роман Гусаров, главный редактор портала авиа.ру, и Олег Пантелеев, редактор аналитического отдела агентства Авиапорт. Мы обсуждаем ситуацию на рынке гражданских авиаперевозок в России. Если позволите, уважаемые гости, давайте порадуем за отечественного авиапроизводителя немного. Ведь мы говорим о том, что если положительная динамика с точки зрения обновления авиапарка наблюдается, то, конечно, она в основном, я так понимаю, или в большей степени, преимущественно, как угодно это можно назвать, обновляется за счет иностранных судов. А что наш отечественный авиапроизводитель? Он не конкурирует пока еще? Я бы сказал хуже. Хуже? Хуже, потому что все обновление происходит фактически исключительно за счет иностранных воздушных судов. К сожалению, сегодня наша авиационная промышленность в большинстве сегментов воздушных судов не может ничего предложить рынку. Единственный продукт, который реализуется и с огромным скрипом, с большими проблемами, это сухой Супер-Жет-100, но это ближнемагистральный небольшой самолет, самый массовый сегмент, это примерно от 105 до 220 крейсер. Он остается как бы за скобками этого сегмента, и в этом сегменте царствует Боинг и Аэрбас. И никакой альтернативы им нет. В то же время... Задумывается, насколько я знаю, или, по крайней мере, даже уже, может, разрабатывается среднемагистральный самолет тем же самым АКБ Сухого, МС-21. Не совсем АКБ Сухого, это корпорация Иркут, головной разработчик АКБ Яковлева, занимается разработкой магистрального самолета 21 века, МС-21. Да, он как раз должен быть таким магистральным самолетом в самом массовом сегменте. Он будет конкурировать с Аэрбасом? Он будет прямым конкурентом. Сможет ли? Это другой вопрос. Ну, это всегда вопрос. В любом случае, я думаю, что мы вправе надеяться, что он появится, если даже в сроки все будет укладываться. Это 2017-2018 год. А дальше огромная работа по наращиванию серийного производства, по выстраиванию системы постпродажного обслуживания, продаж и так далее. Это гигантская работа. Поэтому, скажем, на ближайшие десятилетия, как минимум вперед, мы обречены на, в кавычках, обречены... Ну, понятно, обречены на эксплуатацию. Да, летать на Боингах и Аэрбасах. И есть еще один сегмент, который, он ниже Суперджета, это региональные самолеты. Скажем, от 20 до 75 кресел. Там у нас тоже нет сегмента. И в этом сегменте у нас, к сожалению, практически тоже ничего нет. Единственный продукт российско-украинский самолет Ан-148, который, к сожалению, достаточно неплохая, удачная машина. И она как раз создавалась под замену того же Ту-134. И она очень хорошо вписывается в нашу специфику, в наши не очень хорошие аэродромы, в наш не очень хороший климат и в нашу специфичную систему эксплуатации, когда можно морозе бросить, самолет или еще что-то. Самолет, он примерно для этого и создавался, очень подходит для России, но выпускается, к сожалению, штучно. И фактически все, что может сегодня произвести Воронежский завод ВАСО, оно идет, скажем, вычерпывается самим государством. То есть самолеты строятся для МЧС, для президентского отряда, для государственной авиации. В коммерческую авиацию попадают буквально единицы. По-моему, в прошлом году три самолета. Ан-148 для Ангары. Для Ангары. Да, авиакомпания Ангара получила несколько самолетов Ан-148. Все остальное, опять-таки, здесь отдано на откуп западным производителям. И сейчас самолеты этого сегмента, это будет самый такой массовый приток этих самолетов, а это будет Эмбраер, это будет АТР, это будет Бомбардье. И эти самолеты, в том числе и турбовинтовые самолеты, как раз которые царствуют сейчас в этом сегменте, они более экономичные, они садятся на грунт, на снег, на что угодно. То есть, они, в свою очередь, тоже, видимо, для России были задуманы. Ну, если взять Бомбардье, это Канада. Да, да, да. То есть, похожие условия. И эти самолеты начнут сейчас массово проникать на наш рынок и приобретаться нашими авиакомпаниями. Во всяком случае, очень видна такая активность этих производителей на нашем рынке. Но, опять-таки, никакой альтернативы нет. К сожалению, нет. Извиняюсь, есть одна альтернатива. Так, так, порадуйте. Вот плохо, я забыл. Это самолет, опять-таки, российско-украинский самолет Ан-140. Небольшой, 50-местный турбовинтовой самолет, который сейчас эксплуатируется в авиакомпании Якутия. Всего три самолета. И, к сожалению, он строится не предприятием УАК, а самарским заводом Авиакор. И это предприятие не пользуется популярностью, что ли, у государства. То есть, без всякой какой-то господдержки оно просто не в состоянии нарастить большую серию. Поэтому, видимо, в качестве альтернативы так три самолета эти и останутся. Ну, наверное, не совсем так. Надо просто понимать, что сегодня наша авиационная промышленность в первую очередь ориентируется на взаимоотношения с государством. Ну, по большому счету, это абсолютно понятно и оправданно. Государство дает деньги на восстановление промышленности и в виде каких-то прямых денег на строительство заводов, покупку станков и в виде средств на закупку авиатехники. Поэтому на ближайшие годы именно государственные заказчики будут клиентом номер один для нашего авиапрома, в том числе и по программам гражданских самолетов. Сейчас как раз очень активно дискутируется, и будем держать, что называется, пальцы крестиком для того, чтобы был подписан контакт, достаточно масштабный, на покупку гражданских самолетов в интересах государственных заказчиков. Ну, в общем-то, ведомства и силовых, и не силовых. Это, безусловно, даст некий стартовый импульс авиационной промышленности. Они могут, если так можно сказать, на шее у этого заказа вывести на рынок продукт для коммерческих авиакомпаний. Потому что достаточно большой заказ позволяет снизить издержки, перекладывать все накладные расходы не на два самолета в год, а на 20 самолетов в год. И, как следствие, привлекательность товара, самолета как товара, безусловно, возрастет. Если некоторые программы удастся таким методом оживить с помощью государства, это будет замечательный шанс как раз завоевать свое место на рынке, в первую очередь, тому же сам МАН-148, может быть, и Ту-204, который позволит хоть что-то выставить в сегменте среднемагистральных самолетов до появления МС-21. Если же этим не удастся воспользоваться, то картина, которую нарисовал Роман, не самая радужная, может воплотиться в жизнь именно по такому сценарию. А не удастся воспользоваться в этом случае? Это вопрос времени, потому что если мы будем для государства строить мало самолетов в час по чайной ложке, то мы не успеем набрать нужный темп, не сможем предложить этот продукт по привлекательной цене для авиакомпании. Государственный заказ, да, он продолжает все-таки сроки исполнения. Совершенно точно. Или мы можем все-таки, как всегда, не уложиться в эти сроки? Если мы не уложимся в них, то авиакомпании не будут ждать, пока вы сначала обслужите одного клиента, а потом, может быть, обратите внимание на нас. Мы поищем где-то в другом месте. Совершенно точно. И, скорее всего, там же. Было бы неплохо, если бы у нас еще... Вопрос ведь, черт, крыльца в деталях. Как это будет реализован, этот госзаказ? Если скажут, мы покупаем вот вам аванс, это одно, а если скажут, мы купим... Вы делаете, а мы потом... Но вы идите в банки, берите кредиты под эти сумасшедшие проценты, а потом мы, может быть, когда построить, мы их купим, заплатим. Вот это уже совсем другая картина. К сожалению, сейчас зачастую даже с государственными заказчиками, в частности с Министерством обороны, происходит именно так. То есть авиапредприятиям, авиазаводам приходится самим финансировать постройку самолетов, которые... Хотя все-таки, наверное, это не очень логично, если речь идет о государственном заказе. Не совсем так. Это абсолютно логично, но только в том случае, если у предприятия есть достаточное количество оборотных средств. А в нашем случае это не совсем так. Скажем так, если посмотреть на финансовые результаты наших заводов, которые преимущественно убыточные и имеют довольно-таки высокую долговую нагрузку, то ситуация с этой точки зрения не блестящая. Единственное, что может предложить в данном случае государство, это то, что, ну хорошо, под исполнение гособоронзаказа те средства, которые вы будете брать в кредит, мы вам чуть-чуть субсидируем с точки зрения снижения эффективной процентной ставки. Такая программа существует. Но сказать, чтобы она позволяла предприятиям чувствовать себя в шоколаде, конечно же, не приходится об этом говорить. Понятно. Уважаемые гости, осталось несколько минут, буквально две минуты, и если не возражаете о перспективах развития рынка, буквально, так сказать, о вашем мнении на ближайшей перспективе, Роман? Ну, развитие рынка авиаперевозок, он будет, конечно же, зависеть от развития экономики страны в целом, а наша экономика, она напрямую сейчас зависит от общемировой экономики, поэтому мы будем, как говорится, за границей нам поможет, будем молиться на Запад, и надеяться, что никаких мировых кризисов не произойдет, если все будет развиваться стабильно и динамично, то мы вправе рассчитывать на то, что в нашей авиационной отрасли все будет с достаточно быстрыми темпами улучшаться. По крайней мере, есть основания в это верить, да? Есть серьезные основания, но мы видим, и мы видим, что у нас сегодня появились достаточно крепкие перевозчики, которые ничем не уступают западным авиакомпаниям, и которые в перспективе смогут им составить достойную конкуренцию. Олег? Ну, на самом деле, я тогда постараюсь про авиационную промышленность рассказать. Мы видим, что определенный, очень сдержанный оптимизм все равно присутствует в той динамике, которую мы сейчас наблюдаем, и чем больше этого оптимизма будет, тем для отрасли лучше с двух точек зрения. Она сможет стать конкурентоспособной с точки зрения привлечения кадров. Никому не захочется идти в депрессивную отрасль, но если что-то она делает, то, чем можно гордиться не только на авиасалонах, это, безусловно, огромный плюс для авиапромышленности в целом. Ну и второй вопрос, если есть хоть какие-то позитивные новости и по госзакупкам, и тем более по контактам с гражданскими коммерческими авиакомпаниями, это будет, в общем-то, и импульс для финансовых институтов, что промышленности можно доверять, ее можно кредитовать подешевле. Понятно. Спасибо вам огромное, Роман, Олег. Уважаемые слушатели, мы заканчиваем наш эфир. Напомню, мы сегодня обсуждали рынок гражданских авиаперевозок в России, и в студии сухого остатка были Роман Гусаров, главный редактор портала авиа.ру и Олег Пантелеев, редактор аналитического отдела агентства авиапорт. Спасибо за внимание, всего хорошего, успехов на рынке, до свидания.